Хэ-хэй! Здорово, чуваки! Это я, ваш персональный, не шарящий русский тренер Панья. Сенсей. Сегодня мы будем учить прешифтинг. Прешифтинг, что это значит? Это переключение стойки до появления окна пульсации ки. И в этом нам поможет копье. Блин, это все сложно говорить, потому что ты это понимаешь, но ни разу не проговаривал вслух. Копье. Копье, копье, копье. У него во время пульсации ки в верхней стойке взмах копьем. Можно делать. То есть, когда у нас проходят пульсации ки, мы делаем взмах копьем. Это только верхняя стойка написана. Это очень важно. Только верхняя стойка. Тут даже есть... Демон Ханзе, да, увеличу. Нет, это не то. Вот. Как это называется, блядь, тайная техника или что? Взмах копьем из любой стойки. Взмах копьем, да, из любой стойки. То есть, у меня копье вообще не прокачано. То есть, я за копью не шарю особо. Мне оно как-то не вперло. Но, как бы, возможности пришифтинга я продемонстрирую. То есть, и вообще лучше учиться с копьем или со спасахом этому говну. Вот. То есть, нам нужно 30-й левел, да, и чтобы в каждой стойке использовать взмах копьем. И еще у копья есть интересная штука в нижней стойке. То есть, мы прыгать можем во время пульсации ки. И тут написано тоже только нижняя стойка. Пиздеж ебаный. Сейчас мы будем мочить средние стойки и прыгнем во время пульсации ки. Что, в принципе, типа невозможно, да? Пизди-пизди. Че? Вот мы мочим в верхней стойке, да? О, подожди. Мочим в верхней стойке, да? И прыгаем. Че, блядь? То есть, че я делаю? После каждого удара в этой игре начинается окно. И вот как только белые шарики вот такие забираться начинают вокруг меня, это значит, что окно пульсации началось. При шифтинг это переключение стойки до начала этого окна. То есть, вот пока я бил, идет анимация ударов, да? Я могу в верхнюю переключить и взмахнуть копьем. То есть, а для этого мне нужно, нужно типа 30-й левел качать, да? Нет, это даже можно не применять. Можно на копье поставить вот эту хренатень, да? Увеличивать силу ваших. И у вас дайда будет как бы, ну, бесплатная вторая. То есть, вот я мочу в нижней стойке, да? И взмах копьем белый. После камбуки и нижней стойки, да? После верхней камбуки я могу отпрыгнуть в любой момент. Я бью, бью, вижу херня. Не отставлю нижнюю стойку, да? Вот пока анимация идет. Я знаю, что и пока я нажимаю кнопку квадрат или треугольник, идет анимация, да? Ой. То есть, с посохом это тоже прикольно использовать. То есть, у посоха тоже удары довольно... Почему с посохом и с копьем лучше учить? Потому что у них долгие анимации очень. И можно легко как бы сделать, да? Вот это у меня в средней стойке стоит прием. Вот я пока он идет, делаю нижнюю стойку. И вот я могу отпрыгнуть. Либо, если бы это было копье, я бы мог сделать верхнюю стойку, да? И пропульсировать. Там был бы взмах копьем, допустим. Вот по такой логике учиться. Ну, вот сейчас... Вот все, нижняя стойка. Я просто жду пульсацию. Когда окно будет, я смогу отскочить. То есть... Это расширяет возможности и добавляет... Ну, можно сказать, еще одно измерение введения боя. Вот примеры использования этого говна. Например, с топором, да? С топором катана. У топора... У меня стоит в нижней стойке в конце комбо вот этот штукандон все откидывает, да, противников. А у катаны в средней стойке на яй стоит рывок тигра, да? В нижней у меня на яй стоит обнажение меча яй. А на верхнюю... Ну, этот ночной дождь или как он там. То есть... И для каждой этой техники... Ну, есть свой момент применения. Вот, например, с топором, да? Попробую сделать. Ну, я сейчас попростно пытаюсь, да, сби... Мне надо сбить ему ки. Ну, если подожду, он пускай он сам поударяет, да? Эх, не получилось. Вот. Сейчас, сейчас. Сырян. Ки надо сбить ки. Я руна. Опять не то. Ёпало. Вот, да? Ставлю среднюю стойку. И отмена меча яй и рывок тигра на него. Сейчас попытаюсь сделать. Но я сейчас играю с посохом и с том, что мне немного непривычно. Все это сложно делать, особенно, когда говоришь. Так в бою, в принципе, ты знаешь, что если у тебя есть катана, и у тебя вдруг получилось сделать, да, вот этих хреностей. О, я в среднем, я в среднем стойку. Ну-ка, вставай. Да что ты, бежал. Да что ты, бежал. Понятно, да, комбуха, которая, вот, возможно. Так, че, то есть эта штука сложная, сложно, сложно делать. То есть, вот, например, у меня сейчас надо мне, чтобы у меня А была загруженность. Сейчас просто шлем сниму, да. Чтобы в нижней стойке, да, с катаной, вот этот вот прием был. То есть я бью, бью, да, делаю вот это вот. Я могу либо рывок тигра сделать после этого. Могу я их сделать. Могу ночной дождь сделать, да. Сразу же после этого приема. То есть для этого мне надо пришифтинг. То есть пока вот она сальто делает, мне надо стойку прием. Вот сейчас не получилось. О-с! Мне так хотелось это сказать. Ой, блядь. То есть можно придумывать самому на ходу. То есть какие-то техники, да, соединять между собой. И делать супер прикольные штуки. То есть довольно ржачно. Если вот с катаной, вообще в принципе любые два оружия с катаной выглядят как аниме. Все это если делать как бы бесконечно, да, то прикольно получается. Допустим, я могу прыгнуть с топориками. Аниме, топорики. Нет, я могу, да, я могу отпрыгнуть с топориками. И добежать с катаны. То есть вот с топорики у нас нижняя стойка, да. Я делаю яй. Пока она прыгает, я переключаю стойку. Потом нажимаю яй, R1 кружок. И меняю оружие вниз на крестовину. То есть вот еще раз. Яй на топорике у нас R1 кружок, да. Потом R... А, ну вот в нижней стойке, да, у меня вот эта хрень. Могу вот так отпрыгнуть, да. А, ну вот у топориков, да, у топориков нету. Отмена анимации сшиты как бы. Катание автоматически у нас есть такой скилл. Катание в двух катанах, которые отменяют у нас... Вот, при успешной пульсации ки сразу же переводит вас в стойку яй, да. Вот, например, топорики. Для чего отмена анимации, да, нужна? Вот так ты можешь со стандартным управлением ударить. Самая быстрая топориками, да. А если использовать отмену анимации яй из первого урока, да, то этот же скилл будет выглядеть вот так вот. Прям. Так. А, нет, здесь два раза быстрее. Два раза быстрее. Ой. Могу, да, катаной сделать, отпрыгнуть. Опять катаной. Могу сделать, отпрыгнуть, побежать на рывок игре. Могу отпрыгнуть и начну и дождь сделать. То есть, ну, и много таких техник. Можно и самому догадаться, какие из них можно соединять друг с другом. То есть, количество вариантов просто безграничное. Тонфы, да, там, какие-нибудь. И топорики, либо там двойны. Яй – это прикольная штука. То есть, и пришифтинг тоже. Ну, копьё-то, вот, допустим, посох – это пришифтинг тоже. На катане очень много всяких разных скиллов. Топоры. Всё, в любой можно найти применение этой техники. То есть, она расширяет наши боевые возможности. Вообще, пиздец сколько раз. И становится драться интересно. То есть, ты не просто и там, вот там, значит, кин там, сбиваешь, вот это вот одно и то же, да, делаешь вот это вот. То есть, вообще некоторые умения, у некоторых умений довольно долго вот эти вот окна пульсации, широки, либо появляются очень поздно. То есть, вот, долгая довольно анимация. И вот эти анимации тоже можно отменять. То есть, с помощью ЮК-способностей. Но об этом в другом, в другом ролике всё по порядку. то есть, это всё сложно становится. Так что, если видео было полезным, я очень рад. Пишите, пишите. Дальше ещё будут видосы. Ещё довольно много, чего можно рассказать, чтобы вообще превратиться в боевую машину. То есть, тут, в принципе, возможно всё, что угодно. любые комбинации вообще можно... Это как... Ну, короче, понятно. как минимум, угодно. Ус! Да, точно! Ус! 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 Продолжение следует...